На этой ноте, пока нам смешно, я всего лишь прерываюсь, чтобы потом не редактировать видео. Приезжаете вы в Германию, выходите вы замуж, например, либо вы присоединяетесь к своим родителям. Для этого необходим сертификат какой? А1. Хотя я бы, наверное, невестам посоветовала С1 выучить, разобраться 6 налоговых классов, выучить немножко законы и только после этого задуматься, а мне оно вообще надо, как у меня одна подписчица говорит, а потом решить, кто кому Робинович. В общем, один сертификат воссоединения семьи замужем. Расскажи, пожалуйста, сколько лет нужно прожить в браке с немецким мужем, чтобы иметь право податься на немецкий паспорт, на немецкое гражданство? У них условие прожить 3 года в браке, при этом закончить B1, сертификат немецкого языка, плюс политический курс, но он вообще несложный. А там что, курс есть? Да, он идет вместе с языком сразу. Политический курс, там 30 вопросов примерно, но это вообще по сравнению с тем, что было в медицинском, это еще цветочки. Можно я тебя перебью? Спустя 6 или сколько-то там лет жизни моей здесь случается у меня одна ситуация, где я в одной ситуации пролетаю по той причине, что у меня не ограниченный вид на жительство, а не немецкий паспорт, а там были перегонки кто быстрее. И тут я задумываюсь, а почему у меня его нет? Надо же пойти сделать. Ну, в итоге потом там случается корония, пятое, десятое, а потом там еще что-то. В общем, я прихожу, а у сленда Бехерды, это миграционка, да? Да. Они со мной общаются, причем на ты, потому что в Зальцгиттере тогда у меня была вообще изначально моя фирма, трансцентруемые как бы корни из Зальцгиттера идут. Они говорят, все прекрасно, хорошо, замечательно, а ты нам этот тест языковой принеси. Я смотрю на человека, я его знаю, потому что, ну, как-то знаю. Я ему говорю, ты с меня сейчас смеешься, какой тест я с тобой разговариваю? Мало того, я дипломированный переводчик. Какой тебе тест? Он говорит, слушай, было такое время, когда нам нужно было просто поговорить, и этого было бы достаточно, но, к сожалению, там существует такой закон, что для того, чтобы получить ПМЖ, постоянный вид на жительство, нужно прожить в Германии пять лет, без долгов, без штрафов, самому себя обеспечивать. Ваши доходы должны соответствовать доходам, как гарантия того, что вы потом не сядете на шею в Германии. Один человек должен работать в Германии. Вот. Мы сейчас берем Allgemeine, браки, небраки. Вы себя, вы пять лет находитесь здесь, без штрафов, без долгов. Вы владеете немецким языком и обязаны бы один сертификат иметь на руках. Они, по-моему, если я не ошибаюсь, не просили меня справку о несудимости, потому что они её сами берут в городе. Что-то ещё важное было. И ваш доход должен соответствовать, чтобы вы показали, что вы впоследствии не сядете на шею, не пойдёте на социал. Я говорю, какой вы один сертификат? Сейчас вы смеётесь. Сейчас я вам принесу, подсуну свой диплом переводчика, вам этого хватит. Кстати, признаюсь честно, немецкий язык я прогуливала, и я всегда своим родителям говорила, что я никогда в жизни не буду жить в Германии. Что там за такая страна вообще есть в Германии? Зачем мне их язык учить вообще? Не хочу. Поэтому, скажем так, ладно. Если я когда-нибудь найду завкафедру Валентину Васильевну, так как я во всех социальных сетях удалилась, и я помню, как она меня немножко так палкой заставляла учить немецкий язык, я говорю, ну, он мне никогда не пригодится. Я была бы очень рада, но просто у меня нет никаких социальных сетей, поэтому, а телефон у меня, у меня телефона не сохранилось, но я была бы рада, если бы преподаватель немецкого языка, наша запкафедра, человек от души дипломат, и как она, и психолог, как она уже тогда нам говорила. Знать иностранный язык – это ваш хлеб? А на каком уровне вы знаете этот иностранный язык, и сколько иностранных языков вы знаете? Это тогда уже ваша намазка на хлеб. У кого-то просто соль, у кого-то маселка, у кого-то еще и красная икра. Вот так вот она нас мотивировала, молодец. В общем, B1 сертификат. Пришла ко мне сестра моя в полной панике, принесла мне в магазин, положила на кассу в зарезгиттере такую сумку полную, книг, B1, подготовка, там курсы, школа. Здесь я тоже на курсы никуда не ходила. Некогда было, мы работаем, работаем, работаем. Поэтому я сейчас всем говорю, вы учите язык, а потом идите работать. И выберите себе работу по душе. Другое, конечно, дело, если у вас хватит стержней иметь свой бизнес. Но на это нужно иметь нервы, здоровье и как бы, да. В общем, и она мне приносит вот эту вот гору книг. Я понимаю, чем старше мы становимся, тем, простите, ленивее. Говорю, как есть. Я смотрю на эту гору книг и говорю, слушай, я пойду на этот экзамен, так как я сама себя обеспечиваю, следовательно, я его оплачиваю, если не ошибаюсь, это было 180 евро. Я пойду на этот экзамен, и если я его не сдам спустя 5 лет жизни здесь, работая в магазине, а когда я работать в магазине только начинала, я вам признаюсь честно, я только делала вид, что я понимаю. Я в самом начале выучила пару дежурных фраз и просто людям просто не давала вида, что я не понимаю. Ничего не бойся, позорьте до конца. Вот, и я когда, у меня говорили, а у вас есть то-то, то-то, я говорю, на следующей неделе придет. Понимала, не понимала. Говорю, придет на следующей неделе. Быстро это выписывала, гуглила, что это такое. Вот так вот учат язык сам по себе, человек. В общем, я откидываю все эти книжки, думаю, так. Записываюсь на экзамен, на первый попавшийся, причем экзамен, в первой попавшейся школе. Прихожу, разные там люди, все. Кто там был среди этих людей? Айти-специалисты из Англии, потому что они там из-за Брексита работа все-таки в Германии лучше, потому что они говорят, в Англии зарплаты выше, расходы выше. А в Германии у меня больше остается на жизнь, поэтому буду-ка я жить в Германии, мне нужно гражданство, мне нужно этот Б1. Айтишники, причем, они же вообще, у них контакта к людям нет. То есть там, я не знаю, сдал он в итоге, этот англичан мне не сдал, потому что там уровень немецкого был просто вот, ну, мы даже не ползем, а еще даже и не шевелимся, скажем так. В общем, я прихожу на этот экзамен с такой целью, если сейчас ты его не сдашь, спустя пять лет жизни в Германии, значит, зайка, идешь, записываешься в школу, идешь и учишь. Ты тригу как держит, а? И что в итоге? В итоге, на мое удивление, я его сдала без ошибок. Каким образом, я не знаю, потому что в артиклях я путаюсь, но не парюсь, скажу так еще сегодня даже. В общем, и мне говорят, вот это какой-то там политический тест. Вот это вот все, что я вам рассказываю, те, кто сейчас приехал и просто пойдут на интеграционный курс, вы из этого курса выйдете уже с вот этим всем, что тогда понадобилось вот внезапно мне, и не будете за это деньги свои отдавать. Это да, потому что государство полностью перенимает все оплаты и расходы на курсах. Курсы, я скажу вам, они не дешевые. Сейчас даже я, закончив учебу, получив образование, я решила, что мне, даже мне нужно усовершенствовать свой язык и дальше идти на C1 и C2. Курсы стоят от двух с половиной тысяч до пяти тысяч. Но это C-шечки, а А-шечки, они там стоят около четырехсот чем-то, мне говорили. Но все равно, когда ты приезжаешь в Германию и ты не работаешь, даже если будет от тысячи евро стоить, это деньги. И когда государство помогает, это деньги, это не бесплатно, да. Плюс оплачивать проезд туда-обратно. И эти курсы, я считаю, что это огромная поддержка, это подарок. Конечно. Нужно пользоваться, пользоваться вовремя, пользоваться сейчас. Политический тест. Термин, когда нужно прийти на этот экзамен. Я прихожу до экзамена 20 минут. Захожу в Google или YouTube, я не помню, куда я зашла перед входом. Вы понимаете, что такое? Когда у тебя есть дети, у тебя есть работа. Это не моё пренебрежительное какое-то отношение было, а мне было просто никогда. Я перед входом просто открываю в интернете, что там за вопросы и какие на них ответы. Я это сдала без ошибок. Конечно, как говорят эти немцы, Штольц и Оскар, прихожу я в миграционную службу, а там уже мой пакет документов тот, кто собирал, это одно дело. А вот тот, кто у меня принимал, такой серьёзный дядя. Сейчас я проверю, вы хоть с правильной школы сертификат принесли. Что значит с правильной? Потому что есть какие-то лицензированные, и нет. Я говорю, я принесла. Почему? Изначально никто вам не скажет. Смотри, сдай экзамен только в этой и вот этой школе, потому что остальные школы мы не признаём. Никто мне этого не сказал. Как это институт? Ну, я в лёд и делала. Ну, я в лёд и делала. а я пошла только туда, где был ближайший термин. Видите, как интересно делают? Не говорят вам изначально, куда эта лодка плывёт, а дают вам в неё сесть. Я не знаю, зачем они это делают, но делают. И в итоге, да, сейчас мы посмотрим. И он даже не посмотрел в результаты этого сертификата. Мне это было настолько обидно. Мне никто ни слова не сказал вообще ни о чём. а мы же привыкли, знаете, всегда. Готабель маме показывать с папой. Сертификаты. Ой-ой-ой, какие мы молодцы. Да никого это не интересует. Сертификат есть? Есть. Сдала в правильной школе, в правильной, да, Гёте-институт. Ага. Всё, отлично. Отправляем. Отправили, началась корона. Проходит какое-то время, мне никакой ответ не приходит. Потом мне приходит, потом уже мне приходит ответ, меня вызывают, всё замечательно. Следующий этап документов. А для чего мы это делали? Подожди, я уже перепрыгнула на гражданство. Господи, я перепрыгнула уже на гражданство. Пятилетний я получила, предоставив сертификат, а потом я решила выйти из гражданства. Сейчас мои хейтеры активируются. Выхожу из гражданства украинского. Нужно собрать пакет документов, что Германия сказала, да, мы вообще хотим вас здесь иметь. А потом ты вот с этим Сузаг или как оно там, Абзихерунг, ты идёшь в украинское посольство, и они тебя должны отпустить. Отпускают они, как правило... Я не знаю, мне не нужно двойное, потому что, ну... И, в общем, отдаёшь документы, там они рассматривают до двух лет, один раз в год в Украине заседание, когда отпускают. Я это отдала, честно говоря, год назад. А из-за короны и прочих там вещей на три-четыре года у меня эта песня растянулась. В общем, неважно. Сам факт, что, когда я уже пришла, это уже мы сейчас плавно от вида на жительство переплываем на гражданство, всё бы готово. Ой, замечательно, мне сейчас вот эту бумажку дадут, и еду-ка я в Гамбург посольство. Они смотрят на паспорт моего ребёнка и говорят, а вы знаете, что у него паспорт просрочился? Я говорю, нет, украинский. Потому что он приехал сюда малышечкой, я не знаю, сколько ему лет было вообще, ещё совсем маленький. Ну, не вот такой маленький, но для меня он и в 30 лет будет вот такой маленький, хотя он выше меня ростом сейчас. Он приходит в магазин и кричит, мама, я говорю, я говорю, не мамка, я на весь магазин, поздоровайся, войди, говорю, не надо все карты. Просто Галя. Надо все карты открывать. Вот. Ну, в общем, они говорят, а вы знаете вашего ребёнка? Поэтому не-не-не, подождите, так дело не пойдёт. Меняете свой паспорт в посольстве, затем возвращаетесь обратно, вид на жительство, следовательно, мы тоже меняем. И когда вот это всё будет актуализировано, начинаем нашу песню заново, документы у вас, все сертификаты, всё есть, нам понадобится только справка о доходах, ну и как бы всё то же самое. Полгода на тот момент делала Украина паспорт его через посольство. Ну, а потом история с короной несколько лет. Ну, у меня тоже знакомая. У меня паспорт до 24-го года. Если меня до 24-го года не отпустят, я тогда пойду на 24-й параграф. Переехала так же как невеста знакомая. Сейчас они в Мюнхене живут. Также получила, это абсолютно аналогичная история, как у меня, получила Ауслину, только не как стоматолога она пошла. И подала так же на гражданство, потому что уже время 9 месяцев. Просто ответа. Мы понимаем, что сегодня в Украине война, и я понимаю, что никто через год меня не отпустит. И немцы, когда 3 месяца остаётся до истечения этого срока, ты дневназад возвращаешься, и они тебе продлевают, продлевают, продлевают. Есть несколько списков, несколько стран, которые стоят в списке. Это арабские, по-моему, какие-то страны есть, где там запрещено отказываться от гражданства, поэтому их Германия принимает, если они этого хотят, не спрашивая страну, откуда они приехали, потому что за это там то ли смертная камень, что-то я такое слышала, что есть такие арабские страны, в которых нельзя отказаться от ихнего гражданства. Они приходят, говорят, вот я здесь прожил, пожалуйста, дайте мне немецкий паспорт, я все эти выполнил условия. И я так понимаю, что, скорее всего, это будет продлеваться, продлеваться, продлеваться. Я раньше удивлялась, думаю, как люди так живут 20-30 лет здесь и не имеют гражданства, потому что, чтобы вы захотели иметь гражданство, люди не имеют гражданства по разным причинам. Когда у них есть имущество в другой стране, у меня на тот момент, я сказала, что повода не вижу, а когда мне понадобилось немецкое гражданство, то на тот момент я всегда думала, что вид на жительство бессрочное это то же самое, это не то же самое. Если вы полгода скажете, я поживу во Франции, полгода и один день, вы теряете свой бессрочный, начинаете заново. Кто-то мне недавно сказал, что это изменили, и что это касается только ВНЖ, временного. Но мне-то на тот момент его так сказать. А в Киеве отличаются от гражданства, но, как говорят, там только голосовать нельзя. Это, во-первых, визу не дадут в Штаты, например. Не только. Я тебе рассказываю. Ты сейчас сама сказала визу в Штаты. В 18-м году лечу я в Америку с компанией немцев. Как оформляется виза? Немцы садятся дома, открывают компьютер, заполнили, кто они такие, заплатили 14 долларов из Товеста, не знаю, как оно называется, получили. Я с украинским паспортом. Это касается абсолютно всех, кто не европеец, и не в ЕС. Сажусь на машину, еду в Берлин, делаю там запись в этом американском посольстве. Америка очень любит вот эти вот понты всякие. Это такое, знаете, пройти нужно 45 кругов А, чтобы вас как туриста впустили. Приходишь, 160 долларов я плачу за то, чтобы мне дали визу. Перед этим я полчаса еще отчитываюсь, да я еду туда, как турист, не ваша Америка, и как бы и не надо. По статистике им нужно каждого 4-го, 5-го не впустить, и я понимаю, что я попадаю на вот эту очередь, у меня сейчас просто втулят отказ. И все. Я подхожу, они смотрят, говорят, вы уже были? Говорю, да, была. В посольстве запомните при получении визы, особенно американцы, вы с ними не общаетесь, вы только отвечаете на вопросы, которые вам задают. Они задают только те вопросы, на которые знают ответы. Все. То есть там не может быть никакого... Такой, вы уже были? Говорю, да, была. Куда едете? А перед этим Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк и так далее, никого там не отпускали. Конечно, я летела конечная до Нью-Йорка.